Парк Черное озеро ожидает масштабной реконструкции. Инвесторы буквально бьются за право вложить свои деньги и сделать ремонт, уверяют вторичные чиновники. Проект мэрия пока держит в секрете, но обещают обязательно согласовать его с казанцами. Этот парк будет ремонтироваться первым, потому что находится в исторической части города. До остальных тоже дойдет очередь, пообещали в исполкоме. План реконструкции Казани обсудили сегодня утром на аппаратном совещании в исполкоме. Слово Альбини Батаршиной. 7 миллиардов рублей, 3 года круглосуточной работы и старый город предстал в новом свете. Реставраторам удалось даже поднять гостиницу Казань. Ветхие здания исполком готов был продать за символическую цену, рубль, лишь бы новый хозяин восстановил. Но на аукционах часто борьба была нешуточной, и здания уходили за миллионы. Чем хорошо пополнили столичный бюджет. Мэрия в ответ помогала, чем могла. Мы помогали, начиная с таких мелочей, как талоны на бесплатный вывоз с утилизацией мусора, заканчивая там, где речь шла о восстановлении исторических зданий, бесплатным подключением к сетям водоканала. То есть то, что муниципальное предприятие у нас освобождало их от платы за подключение. 286 зданий уже отремонтированы. В основном это офисы, гостиницы и рестораны. Но несколько владельцев решили часть драгоценных квадратных метров выделить под музеи. Скоро появятся еще пять экспозиций об истории и культуре города. Так что первый этап реконструкции Старой Казани завершен. Отрапортовали в исполкоме. Дошла очередь до старых парков. Правда, пока только того, что находится также в исторической части города. Черное озеро. Обещают сделать все, чтобы горожанам здесь не было скучно. Правда, сам проект и сроки под грифом секретно. Но инвесторы есть. И не один инвестор есть. Люди заинтересованы в возрождении этого парка с обременением, с теми обременениями, которые я в докладе упомянул. Это каток, это футбольное поле, там для мини-футбол, это прокат, это содержание непосредственно самой парковой зоны. Мэр поручил обсудить проект с архитекторами и горожанами. Альбина Батышина, Александр Решеткин, Вести, Татарстан.